Всем геймпассамеропассникам с вами продолжаем играть в World Box. Итак, что за идея? Так сказать, дворфы против всех, то есть против людей, орков и эльфов. Тут у нас находятся люди, тут у нас находятся орки, а тут у нас находятся эльфы. Теперь нам нужно всех их переместить на холмнистую местность. Это все нужно для того, чтобы было все на равенстве. Короче, чтобы они тут ничего не строили, и они уже были на готове. Хотя, что я так сразу не сделаю? А, я так сразу не сделаю, чтобы понять 80 ли человек. Собираем сейчас всех, лидер и король мы их забрали, это означает, что уже все хорошо. Мы их всех переселяем сюда, сюда. Переселяем сюда. Так же делаем с орками и с эльфами. Ну, я когда это все сделаю, я вам к вам вернусь. Так, все, я вроде бы все сделал, вроде бы всех сюда переместил. Вроде ни единой души не осталось, хотя нет, стойте, тут еще и орки бегают постоянно, они из домов вылазят. Вот, еще и людишек надо позабирать. Итак, сейчас будет масштабное нападение. Пока что мы их просто берем и объявляем войну им, сразу же. Мне кажется, что очевидно же, кто заберет это королевство. Мне кажется, ну, вообще, да, ну, не кажется. Кажется, наверное. Ага. А также я хочу оплатить, так сказать, эту идею, которую мне предложили сбить НЛО молнией. Давайте тогда это сделаем. Только сделаем мы это все на горе. Нет, стоп, подождите, а где вообще это все? Берем вот так вот и дарим молнией. Опа, сбили. И сейчас там будут инопланетяшки. Ой, а что это, что это вы все, что зачем вы это... А, кажется, у дворфов еще одни есть проблемы. Так, давайте посмотрим, кто убил инопланетянка. Посмотрим, кто его убил. Вы убейте. Так, стоять. Ты какая-то инопланетянка, не очень. Так что, твою регенерацию и все это убираем. Так, потушим весь этот пожар. Потому что это все поджигалось. Взрывает. Давай. Все, убили инопланетяшку. И я вижу, похоже, кто-то забрал у него оружие. Да. У него забрали оружие инопланетный бласт. Редкое оружие. В смысле редкое, но вообще-то очень легендарное. Создано 12 лет назад. А что, уже 12 лет прошло? Пока я со спойнел НЛО. Так. Мы уже забрали Мокрим. Мокрим. Какое-то странное название. И теперь объявляем войну Абду. То есть пока там Абду-Абду-Май. А мы пока что будем смотреть еще... Ницей тут не бегает. Ну, орков тут нету. А вот Эльфа тут... Это у нас хитрое, да? Не хотят на мобилизацию. Сейчас. Тут еще какие-то люди. Так. Их что-то всех неровно. 80 с чем-то. Тогда нам нужно некоторых поубивать, чтобы было равное количество. 85, 84, 82, 81, 80. Все, ровно 80. Ну, орков там можно ничего не удалять, все равно только один. Итак, Абду мы забираем. И даем также всякие ресурсы, чтобы в честь этого... В честь сбития НЛО. И, в принципе, все понятно. Также даем им камень. Вот тут им даем вокруг золото. Вокруг горы. Ну, и пускай они сейчас очень быстро подготовятся. Сейчас мы даже включим, что у них спит, чтобы они быстро подготовились. Они сейчас подобывают тут просто все. Адамантий, Абдун, ну, Абдун Макрим позабирает. И Гарин тоже. Позабирает все это. Кстати, смотрите, какие у них ратуши классные. Докажите, просто прекрасно. Опа, подождите. О! А, в смысле, они теперь просто против всех? Не, стоп, 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 стоп. Подожди. Они все равно должны объявить им войну. Мне без разницы, вы должны объявить всем войну. Это уже все, не мои проблемы. Теперь берем... Берем теперь орков. Переселяем сюда. Берем всех орков, переселяем сюда. Берем эльфов, переселяем сюда, чтобы орки на их тишину не нападали. Ну, и также берем эльфов и тоже начинают атаковаться. Итак, пошла, пошла шара. Тут уже дворцы сразу же идут бить об этих людей. Ого! С бластера начинают шмалять. Ничего себе. Ну, дворцы, конечно, теперь читерные настали. Не, ну, это, в принципе, им такой бонус. Потому что они сбили аналог. Потому что, в принципе, им дает большой бонус. Пожалуйста, только не умирай, пацан, с бластером. Ну, не умирай. Прошу. А, так это король? Так понятно, что у короля будет этот бластер. Почему бы и нет? Это же... Ну, это же... Вообще-то не он сбил? Эннлон. Ну, и шо? Он все равно будет требовать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А тут сейчас... А тут сейчас уже какая-то движуха пошла. У него голоса в голове. Да, ну и понятно. Ты же объявлял войну и Макрим, и Обдуму. Так, орки прям что-то очень сильно действуют. Очень сильно. Они уже там нападают на варпов. Прям, посмотрите, какая тут туса уже творится. Так, тут у нас вообще можно ничего не говорить. Ух, костер ломает. Ну, слушай, шо тебе даст этот костер? Гарим уже, можно сказать, сгорел. А вот Макрим и Обдум, они уже, считай, уничтожили. Убили короля. Какого? Короля орков? Ничего себе. Короля орков убили. А он прям... Король вообще из бластера шмаляет. Сейчас, они просто костер долбят, долбят. А они его никак и не сломают. Уже сколько ударов пережил костер. А король все стреляет с бластера, стреляет. Мини-взрывы происходят. Не, на самом деле это и правда чутерная рука. Но это не факт того, что не умрет двор. Ой, короля! Он убил короля орков. То все? Получается, ребята, дворфы могут пережить? Нет. Там еще бегут. Там еще бегут. Там еще и король, даже эльфы бежит. Я в шоке. Так, ну тут понятно, что это эльфы. Ну, прям, не скажешь. Ну, понятно. По одежде сразу можно понять. А нет, все же дворфы не могут пережить афганскую войну. Похоже, все же дворфы не настолько сильны, чтобы одолеть орков. Ну, люди сразу же на первых секундах слились. А вот эльфы, они просто читерные, стоят в углу где-то и смотрят за всем этим происходящим. Король просто убивает орков с бластера. Ну, и вроде бы все. Почему вы, орки, там стоите? Нет, вы должны идти сюда. Никто там не будет стоять. Сюда, в столицу, драться. А то что это? Вы там в углу какой-то-то эльфы стоите и смотрите за всем происходящим, чтобы выжило ваше королевство? Ой, еще и эльф там какой-то хор. А у людей и у окопов... Подождите. А кто здесь ходит, а? Кто здесь живой еще? Кто? Вот, вот у нас море, да? А, нет, не море, просто... Ну, все. Пенсин. Да почему такие странные названия? Макрим, Харим. Не, ну Харим понятно, что Харим. Все? Двары умерли? Получается, дварцы не могут пережить такую войну? А, нет, это сейчас остался двар. Да и король еще живой. А, нет, это даже не король. Ветеран, царь и убийца. Мудрый, голоса в голове. И причем тут нет черты божественной. То есть я ему, так сказать, ну, божественно, шрама нет. Так, так, так. Давайте вот эти свои эпохи на потом оставим. Все, давай. В общем, ребят. Сразу понятно, что... Орки и эльфы сильнее Эдвард. Ну, а так-то... Надеюсь, вам вообще понравилось. Подписывайтесь нам на канал. Ставьте лайки. Не забывайте про Дискорд-канал. Для кого я его создавал. Ну, пишите свои идеи. Тикток, если что, тоже в описании. Ну, а пока. Всем аруар. Субтитры сделал DimaTorzok.